Ростовская область растит промышленность на инопроме. Таков девиз нашей экспозиции на открытой сегодня в Екатеринбурге международной промышленной выставке. Делегацию нашего региона возглавляет Василий Голубев в составе руководителей предприятий. Экспозиция Ростовской области – самая большая за годы участия в инопроме. Площадку оформили как ухоженный сад с элементами ландшафтного дизайна. Идея в том, что промышленность должна расти без ущерба экологии, а это чистые зеленые производства, энергосбережения, безотходные технологии. Главная тема международной выставки – гибкое производство. Страна-партнер Италия. Первая европейская страна-партнер инопрома. В нашей экспозиции области также представлены проекты итальянского бизнеса в регионе. Сегодня на открытии выставки приехал Михаил Мишустин, осмотрел экспозиции, провел стратегическую сессию «Гибкое производство» – максимальная адаптация. Василий Голубев принял участие в сессии. Также в планах губернатора – деловые встречи, переговоры, подписание соглашений по крупным индустриальным инвестпроектам. 15-летний подросток устроил смертельное ДТП в Каменске-Шахтинском. Он сел за руль лады пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево. В машине были пассажиры 16 и 19 лет, они погибли на месте. А водитель в больнице с травмами различной степени тяжести. Следком возбудил уголовное дело по статье 264 – нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Эта статья грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Бревно стало причиной ДТП с погибшим на автодороге Чалтырь-Большие Салы. Около часа ночи у грузового МАЗа с бревнами на ходу лопнула державшая их цепь. Одно бревно вылетело на встречную полосу. Сначала в грузовик, потом в легковушку, а следом минивэн Рено с девятью пассажирами. Один из них погиб на месте, один с травмами в больнице. Нижний слой асфальтобетонного покрытия укладывают на южном подъезде к мосту на Малиновского. С северной стороны обустраивают земляное полотно и готовятся к укладке асфальта. Днем дорожники занимаются устройством основания, применяя метод холодной регенерации. А после захода солнца приступают к укладке асфальтобетона. По объему работ на данном объекте площадь покрытия из асфальтобетона составляет 55 тысяч квадратных метров. Покрытие у нас двухслойное, состоящее. Нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 сантиметров и верхний слой покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б толщиной 7 сантиметров. До 31-го здесь должны открыть движение для автомобилей, а весь объект сдать 21 декабря. Четыре десятка автобусов проверили и каждый пятый сняли с рейса. Таковы результаты одного дня проверки работы кондиционеров в общественном транспорте. Департамент транспорта реагирует рейдами на массу жалоб пассажиров. Кондиционеры в жару не включают. При том, что по данным департамента в 80 процентах автобусов системы охлаждения воздуха есть. Нарушителям дают 10 дней на исправление. Иначе власти готовы на крайние меры, вплоть до расторжения контракта.